Была открытая площадка, а теперь появился забор. Территорию вокруг 27-й школы оградили, что возмутило жителей близлежащих домов. Говорят, люди часто ходили через территорию школы на спортплощадку, но пройденные лишние метры – это не все, что их не устроило. Здесь микрорайон туда ходит. И при этом появляется какой-то забор, которого никогда не было, а даже там, где и был он местами, он был, ну, исполнял чисто декоративную функцию. А тут такое капитальное массивное железное сооружение. Страшно представить себе, сколько на него потрачено. Может 10, может 15 миллионов. Я думаю, суммы исчисляются в миллионах. Другая причина недовольства – эстетическая. Как говорят жители микрорайона, теперь ее территория больше напоминает тюрьму, нежели учебное заведение. Вход во внутренний двор через арки заварен, школьникам приходится обходить через запасной. На некоторых окнах решетки – вокруг забор. Архитектор Александр Деринг также согласен с этим мнением. Я сам лично, да, как архитектор, я категорически против заборов. Вообще категорически. Сейчас многие школы, детские сады и другие муниципальные учреждения обнесены заборами. Принято считать, что это делается с целью безопасности, однако многие урбанисты уверены в обратном. Так, например, Илья Варламов считает, что заборы только помешают покинуть территорию в случае угрозы. Ведь остается всего несколько узких выходов. Заборы – это никакое не препятствие. Ни для террористов, ни для кого. Это только действительно затрудняет и препятствует любым, и пожарной технике, и прочим экстренным каким-то вещам. Мне кажется, это совершенно глупости. Однако часто администрация школы не имеет возможности отказаться от установки металлических конструкций. Инициатива спускается сверху в виде обязательных требований, говорят в образовательных учреждениях. Прежде всего, требования к ограждению прописаны очень четко. Однако территория школ, которая считается общественным пространством и доступ, который должен быть открыт для всех желающих, не становится закрытой с появлением ограждений. Как говорит юрист Сергей Киселев, школы вправе делать это даже по собственной инициативе, без дополнительных указаний. Нарушения в таком случае зафиксировать не получится. В данном случае руководство данного учреждения, оно несет не только ответственность за сохранность всего имущества, но и за сохранность и безопасность тех лиц, которые в данной организации работают, либо находятся в течение всего периода существования данной организации. И хоть урбанисты негодуют, скорее всего, в ближайшее время ситуация не изменится. Как говорят сами эксперты в области градостроения, большая часть российских жителей просто не обращает внимания на заборы. Настолько привыкли их видеть. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.